Сегодня состоялась расширенная планерка, в работе которой приняли участие заместители главы района, начальники отделов и управления администрации. В режиме ВКС участвовали главы сельских поселений, руководство центральной районной больницы КЦСОН. На совещании рассматривался широкий спектр вопросов. По традиции первым выступил начальник отдела по делам ГООИЧС Николай Зверев, который представил присутствующим доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кашхабльском районе на 11 октября текущего года. За период с 8 по 10 октября 2021 года на территории района выявлено 27 больных коронавирусной инфекцией. Четыре человека выздоровело. Всего на сегодняшний день на территории района болеют коронавирусной инфекцией 115 человек. Из них 84 человека находятся на амбулаторном лечении и 31 человек на стационарном лечении. Глава района в своем выступлении подчеркнул, что всем соответствующим структурам необходимо обеспечить самый строгий контроль как за лицами, которым предписано соблюдать режим самоизоляции, так и с нарушителями норм и правил Роспотребнадзора в общественных местах, местах торговли и общепита. 27 человек за два дня – это огромная цифра. Карантинные ограничения, они обязательно одинокие. Те, кто не могут самостоятельно приобретать лекарства, у кого нет родственников, кто не может самостоятельно пойти в магазин, пожалуйста, давайте. У нас есть волонтеры. У нас есть опыт прошелгодней работы, довольно-таки успешной. Поэтому просьба вот этого норма ограничения Роспотребнадзора всем соблюдать. Что касается хода прививочной кампании, на сегодняшний день вакцинацию от ковида прошли 8040 человек. Началась и ревакцинация населения. В ходе планерки обсуждено принятие всех необходимых мер по соблюдению правил профилактики коронавирусной инфекции, их контроль, активизация работы с населением по предотвращению дальнейшего ее распространения. Мобильные рабочие группы продолжают рейды по сельским поселениям муниципального образования. О проделанной работе по своим направлениям деятельности доложили заместители главы района. Вопросы касались хода призывной кампании, набора добровольцев в боевой армейский резерв страны, контроля за реализацией нацпроектов, организации работы по достижению оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и подготовки к проведению всероссийской переписи населения. В завершении планерки Заур Хамирзов подвел итоги работы совещания и поставил перед его участниками конкретные задачи.